Мурр, мяу. Здравствуйте, дорогие друзья! Скучал по вам. Ну, я был занят. Занят я был в сказочной стране. Гостил в Лукоморье. Где живут сказочные герои Пушкина? Скучали и вы-то по мне. По музейному коту Василию. Скучали, да. Эх, очень надеюсь в скором времени на нашу долгожданную встречу. Мурр, мяу. Ребята, а сегодня я хочу поговорить с вами о великом русском поэте Александре Сергеевиче Пушкине. Он родился в Москве два века назад. С раннего детства Александр Сергеевич был окружен заботой и вниманием своих родителей. Но особенно заботилась о нём няня. Она была мастерица, петь песни, рассказывать сказки. Она была простая крестьянка. Маленький Саша очень любил свою няню. И ласково называл её Мурр, Мамушкой. А как звали няню Пушкина? Помните? Знаете? Конечно! Арина Родионовна. Начнёт Арина Родионовна рассказывать сказки. Так он и не шелохнётся, боится слово пропустить. На основе этих сказок Пушкин создал свои сказки, которые, ребята, вы все знаете и любите. В 2011 году президент России подписал указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка. День рождения Пушкина объявлен официальным государственным праздником. День рождения поэта отмечает целый свет. Ведь из нести, чем Пушкин, никого на свете нет. Да, мы знакомимся с ним в детстве. Ещё не умеем читать, ещё только слушаем. Слушаем его сказки, стихи. И на всю жизнь зачаровывают нас. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Или вот у лукоморья дуб зелёный, золотая цепь на дубе дом. Эх, мы взрослеем, становимся школьниками, и к нам приходит новый Пушкин. Автор замечательных стихотворений о родине. О желанной свободе, о дружке и о природе. Вся отчизна в праздничном цветенье, словно песня льётся в вешний свет. Здравствуй, Пушкин! Здравствуй, добрый гений! С днём рождения, дорогой поэт!